Зеленый уголок, яркие ворота города с замысловатым дизайном. Так через пару месяцев должна выглядеть разделительная полоса на Южном шоссе. Ровные газоны, деревья и цветы украсят площадь в 35 тысяч квадратных метров. Отсюда уже убрали незаконные рекламные щиты. Сейчас копают траншеи для организации системы автоматического полива. Работы идут полным ходом. Соответственно, монтируется система водобровода поливочного данной территории, потому что территория большая, зеленение, надо содержать ее, поливать. Соответственно, уже на территории частично размечено место под выставку крупномеров и кустарников, подготовленный ям. Начинается завоз чернозема. Для превращения заброшенного пустыря в цветущий оазис потребуется не меньше 8 тысяч кубометров плодородного грунта. Участок непростой, солнечный и продуваемый ветрами, поэтому и саженцы выбирали неприхотливые, устойчивые и к жаре, и к холоду. Высадить предстоит около тысячи деревьев и почти 6 тысяч кустарников. Изюминка проекта – необычные формы привычных растений, а их более полутора десятков видов. Достаточно выразительные, но не отвлекающие водителей от дорожного движения. Здесь будут и каштаны стриженных форм использоваться, рябины, липы, боярышник. Мы будем стричь квадратными, треугольными формами, будем играть на контрасте форм. Они все выносливые для нашего климата, они подходят и будут очень хорошо здесь развиваться. Дополнив фигурные деревья – фантазийные элементы ландшафтного дизайна. На футбольную тематику – яркие мячи и композиции из них. В итоге у Самары появятся уникальные южные ворота, позавидовать которым смогут популярные курорты. Сейчас идет заливка фундамента, на котором установят название города Самара. Огромные четырехметровые буквы будут выполнены в цветах российского флага. Сами буквы белые с синими элементами, за ними спрячут светодиодную подсветку. Она придаст названию «Сияние» в вечернее и ночное время суток. А летом на специальных полочках по бокам конструкций разместят флористические композиции с красными цветами. Завершить благоустройство планируется к концу октября. Во всей красе новый зеленый уголок города жители и гости смогут оценить уже следующим летом. Марина Кравцова, Артем Слайманов. События.